всем привет меня зовут марина и мы с вами находимся на канале о вязании сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот очень простые но при этом очень красивые слитки данные слитки в мастер-классе мы с вами будем вязать из толстой пряжи это у нас идет пряжа ализе супер лана макси и получается метраж у данной пряжи будет идти на 100 грамм 100 метров по составу это у нас идет 75 процентов акрил и 25 процентов шерсть пряжа идет очень мягкая она идет толстенькая за счет этого слитки вяжутся очень быстро и просто пряжу для данного мастер-класса предоставил нам интернет-магазин пряжа су для всех моих подписчиков интернет-магазин пряжа су предоставляет скидку 5 процентов по промо коду который сейчас я вам подпишу на экране поэтому обязательно заглядывайте на сайт интернет-магазина пряжа су воспользуйтесь моим промо кодом и радуйте себя приятными покупками в мастер-классе эти слитки я буду вязать на размер ноги где-то 3840 но в любом случае сейчас перед тем как приступать к вязанию мы с вами разберемся с принципом вязания этих слитков так чтобы вы смогли их связать абсолютно на любой размер ноги для того чтобы нам связать эти слитки мы вместе с вами свяжем вот такую вот заготовку то есть вначале мы с вами наберем определенное количество петель провяжем вот здесь поворотными рядами небольшой участок от платочной вязки и далее приступим к вязанию маска отрегулировать размер этих слитков можно первое это за счет длины этого маска то есть к примеру вы хотите такие слитки связать на меньший размер ноги процессе вязания в мастер-классе я говорю вам что допустим мысок я буду сейчас провязывать определенное количество платочных дорожек и это у нас будет равно определенному количеству сантиметров соответственно если данные слитки вам нужны на меньший размер ноги то вы соответственно на несколько платочных дорожек будете провязывать меньше но в любом случае самое главное здесь ориентироваться не на количество вот именно провязанных платочных дорожек а на количество сантиметров которые в принципе вот в процессе вязания я измеряю также можно отрегулировать это еще вот здесь изначально набранным количеством петель то есть смотрите вот здесь изначально я набираю 40 петель в принципе эти 40 петель идут такой достаточно универсальный размер для любого размера взрослых слитков поэтому смотрите если к примеру данные слитки вам нужны на меньший размер ноги можете буквально на несколько петель вот здесь изначально набирать меньше далее после того как у нас будет готов мысок мы с вами приступим к вязанию подъема процессе вязания я вам говорю что если к примеру данные слитки нужны на меньший размер ноги то можете буквально на одну платочную дорожку ну или соответственно на два ряда этот подъем провязывать меньше нежели я буду вот провязывать в мастер-классе поэтому за счет длины вот мыска соответственно высоты подъема мы и регулируем размер данных слитков поэтому друзья надеюсь вам нравятся данные слитки и вы сейчас с удовольствием свяжите их вместе со мной поэтому берем пряжу готовим спицы и приступаем к вязанию вязать слитки я буду на круговых спицах длина от кончика до кончика 60 сантиметров и диаметр спицы 4 миллиметра поэтому на одну спицу обычным способом набора с помощью длинного хвоста я набираю 40 петель на спицы я набрала 40 петель и сразу приступаю к вязанию первого ряда на протяжении всего вязания все первые кромочные петли я буду просто переснимать не провязывая и далее основное полотно следков я буду вязать платочной вязкой поэтому все петли и в лицевом и в изнаночном ряду я буду провязывать лицевыми последние кромочные петли на протяжении всего вязания мы будем провязывать изнаночной петлей после чего я вязание сразу переворачиваю на изнаночную сторону и с изнаночной стороны также смотрите первую кромочную петлю я просто снимаю и все остальные петли до конца этого ряда я провязываю лицевыми и так я провязала 2 изнаночный ряд и у меня получилось вот одна провязанная платочная дорожка то есть у нас идет наборный край вот он у нас идет и 1 провязанная платочная дорожка вот это одна провязанная платочная дорожка будет равна 2 провязанным рядам поэтому дальше я продолжаю вязать вот просто ровное полотно провязывая все петли лицевые и в лицевом и в изнаночном ряду и так я еще сейчас должна провязать 4 ряда или дополнительно получить еще две платочные дорожки и так вот я провязала участок полотна как я сказала которая состоит из трех платочных дорожек или 6 провязанных рядов и теперь сразу на этом этапе мы будем приступать к вязанию вот как раз таки мыска вот этот мысок я сейчас буду вязать из десяти центральных петель в принципе с учетом того что это у нас идет вязаное полотно поэтому вот эти 10 петель я думаю отлично подойдут для любого размера взрослых следков ну за исключением если к примеру вы данные следки планируете связать мужские что тоже в принципе подойдет если не делать этот декор тогда конечно мысок этот можно вязать и из 12 центральных петель но для женской ноги 10 вот этих петель из аналогичной пряжи отлично подойдут поэтому смотрите на спицы здесь я набирала 40 петель 40 петель минус 10 центральных петель и остальные петли мы делим на две боковые части и это у меня сейчас получается 15 петель 1 боковая часть 10 петель мысок и 15 петель 2 боковая часть поэтому вот я беру вязание лицевой стороной вверх и сейчас вот на круговую спицу просто переснимаю не провязывая петли 1 боковой части то есть я переснимаю первых 15 петель в моем случае далее смотрите вот здесь ниточку 1 . я сейчас обрывать не буду и достаю второй кончик из середины моточка ну или можно взять от 2 моточка вот второй кончик и этой ниточкой мы сейчас будем вязать мысок для маска я сейчас подготовила 2 чулочные спицы того же диаметра то есть диаметр спиц 4 миллиметра вот эту круговую спицу я сейчас откладываю то есть это та спица на которую я сейчас пересняла 15 петель 1 боковой части беру вот ниточку из середины моточку кончик просто прикладываю краю и беру чулочную спицу первую петлю я сейчас провязываю лицевой и дальше я сейчас всего должна на чулочную спицу провязать 10 петель первая петля 2 3 4 5 6 7 8 9 и десятую петлю в данном случае это будет являться кромочной петлю я ее провязываю изнаночной и здесь у нас должно остаться также 15 петель это петли второй боковой части и эту круговую спицу я сейчас также откладываю и беру вторую чулочную спицу и вязание переворачиваю сразу на изнаночную сторону то есть мы сейчас с вами на двух чулочных спицах будем вязать только вот эти 10 петель мыска первую петлю я просто снимаю и дальше все остальные петли я также сейчас буду провязывать лицевыми последнюю петлю в конце ряда я провязываю изнаночный кончик подтягиваю и вязание сейчас перевернула на лицевую сторону и это вот платочная дорожка вот которую только что мы с вами провязали это будет первая платочная дорожка относящиеся вот именно к мышку поэтому эту дорожку сейчас можно отметить маркером или булавочкой для наглядности вот я отметила булавкой эту первую провязанную платочную дорожку относящиеся к маску и дальше продолжаю вязать вот именно мысок то есть здесь также первую петлю я снимаю и дальше все петли я провязываю лицевыми так мы будем вязать и в лицевом и в изнаночном ряду и сейчас вот смотрите в моем случае я провяжу этот мысок до убавок 15 платочных дорожек вот здесь в конце когда у меня будет связано 15 платочных дорожек двумя платочными дорожками мы немножечко заузим вот этот носик у маска сейчас когда я провяжу эти 15 платочных дорожек я измерю мою заготовку в сантиметрах так как к примеру если вы вяжете из этой же пряжи но на больший или меньший размер ноги то вам нужно ориентироваться не только на количество провязанных платочных дорожек но и на количество сантиметров которые мы должны получить в итоге ну соответственно если вы слетки вяжите на больший размер ноги то этот мысок вы должны провязать чуть длиннее или наоборот если на меньший размер ноги то этот мысок до убавок вы должны провязать чуть короче и так смотрите вот я провязала мысок от булавки то есть от этой платочной дорожки включительно всего 15 платочных дорожек или соответственно 30 рядов и этот участок вот в ровном не растянутом виде у меня сейчас занимает ну вот смотрите как раз ровно 10 сантиметров и теперь нам осталось провязать две последние платочные дорожки или 4 ряда и немножечко закруглить вот этот участок мыска поэтому вязание я сейчас держу лицевой стороной вверх первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю далее вторую и третью петлю я провязываю 2 вместе лицевой петлей и дальше вяжу петли лицевые не довязывая до конца этого ряда последних трех петель когда в конце ряда у нас остается 3 петли здесь также вот первую и вторую петлю мы сейчас должны провязать 2 вместе лицевой петлей и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной и вязание сразу вот я переворачиваю на изнаночную сторону в изнаночном ряду никаких убавлений мы делать не будем поэтому вот в изнаночном ряду я просто все петли провяжу лицевыми первую петлю снимаю и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной вязание я снова перевернула на лицевую сторону и в лицевом ряду мы сейчас сделаем последнее убавление здесь также первую петлю я снимаю вторую и третью петлю я провязываю 2 вместе лицевой петлей и вот вижу еще получается 2 лицевых когда в конце ряда остается 3 петли первую и вторую петлю я провязываю 2 вместе лицевой петлей и последнюю кромочную я провязываю и изнаночной и вязание переворачиваю на изнаночную сторону с изнаночной стороны я сейчас просто все петли провяжу лицевыми и это мы с вами провязываем последний изнаночный ряд мыска и на спицах у меня сейчас здесь расположена вот шесть петель вязание я разворачиваю на лицевую сторону и давайте сейчас измерим общую длину мыска общая длина мыска у сейчас равна ну вот где-то примерно 11 с половиной сантиметров и это вот как раз таки и есть вся длина мыска и сейчас после того как мысок наш готов вот здесь ниточку мы можем уже эту обрезать и теперь мы будем приступать к вязанию подъема поэтому в начале я сейчас должна вернуться вот именно в начало вязания то есть петли вот мыска я откладываю и петли 1 боковой части я обратно возвращаю вот на получается левую спицу вот таким образом сейчас выглядит мое вязание вязание вот я беру лицевой стороной вверх как я говорила ниточку от моточка вот здесь я не обрывала и сейчас этой нитью мы сразу будем приступать к вязанию подъема подъем вот этот я также сейчас буду вязать платочной вязкой поэтому все петли я буду провязывать лицевыми и в лицевом и в изнаночном ряду первую петлю я сейчас просто снимаю и дальше я провязываю петли 1 боковой части и эти все петли я провязываю сейчас лицевыми последнюю 15 петлю 1 боковой части я сейчас также буду провязывать лицевой петлю и вот она у меня идет лицевая и сейчас смотрите то есть вот я провязала петли 1 боковой части сейчас получается вдоль вот этого маска кромочные петли я буду поднимать петельки теперь давайте разберемся как нам понять сколько здесь нам необходимо поднять петель количество петель которое нам нужно поднять вдоль маска будет равно количеству провязанных платочных дорожек то есть вот здесь если посчитать от маркера у меня провязана всего 17 платочных дорожек поэтому вот здесь я сейчас подниму 17 петель плюс одну петлю я сейчас подниму смотрите вот ниточку присоединяла вот эта кромочная петля для вязания вот именно маска плюс одну петлю я сейчас подниму вот в этом участке то есть и того вдоль маска я сейчас буду поднимать кромочные петли 18 петель эти петли вы можете поднимать или сразу на спицу или можете помогать себе крючком то есть вот здесь чтобы не было дырочки мы сейчас поднимем первую петельку давайте допустим за вот эту стеночку вот первая петля и дальше вот идет кромочная петля вот 2 3 4 5 и так далее то есть до спицы вот этой центральной я здесь должна всего поднять 18 петель и так смотрите вот здесь получается то чулочные центральной спицы я подняла 18 петель далее лицевыми петлями я провязываю сейчас петли вот как раз таки с центральной чулочной спицы то есть шесть петель шестую петлю здесь также я провязываю лицевой и чулочные спицы я откладываю они нам больше не нужны и теперь вдоль 2 края маска я также буду сейчас поднимать эти же 18 петель я буду вязать подъем на круговых спицах если вдруг вам будет неудобно вязать подъем на круговых спицах то можете перейти на чулочные спицы то есть здесь уже этот момент на ваше усмотрение то есть и вот здесь я сейчас также подниму 18 петель и провяжу дальше лицевыми петлями петли вот как раз таки второй боковой части и вот здесь вот эту последнюю петлю в конце ряда я провяжу изнаночной и так вот я подняла все петли и провязала вот лицевыми петлями петли боковых частей и смотрите мое вязание вот как я сказала выглядит следующим образом у меня идут 15 петель петли первой боковой части 18 петель это боковая часть мыска 6 петель центральная часть 18 петель со второго края мыска и соответственно 15 петель это петли 2 боковой части и теперь вот как раз таки из всех этих петель мы и будем вязать этот подъем поэтому я беру вязание вот в руки получается изнаночной стороной к себе и сейчас буду провязывать получается второй ряд подъема с изнаночной вот стороны и в изнаночном ряду я также сейчас по кругу все петли будут провязывать лицевыми поэтому вот довязываем получается этот ряд до конца лицевыми петлями теперь смотрите вязание получается развернула на лицевую сторону и у нас вот здесь особенно где мысок хорошо видно что провязан подъем вот одну платочную дорожку всего этих платочных дорожек в данном случае я буду вязать вот смотрите раз два три 4 5 поэтому рекомендация от меня что если вы вяжете слитки из пряжи похожего метража на ногу средней плотности или скажем так на полную ногу вот как раз таки эти пять платочных дорожек подойдут отлично если ножка маленькая худенькая к примеру вяжите данные слитки подростку то для того чтобы слитки плотнее сидели на ноге этот подъем можно вязать 4 платочные дорожки поэтому здесь вы уже этот момент регулируйте самостоятельно зависимости от того вот на какую ногу вы вяжете эти слитки вот как я сказала этот подъем я буду вязать 5 платочных дорожек или 10 рядов одну платочную дорожку или два ряда я только что уже провязала поэтому вот я дальше продолжаю вязать подъем поворотными рядами сначала с лицевой стороны затем с изнаночной стороны все петли и в лицевом и в изнаночном ряду я буду провязывать лицевыми первую петлю вот я буду снимать последнюю петлю в конце ряда я буду провязывать изнаночной поэтому дальше продолжаем вязать поворотными рядами подъем лицевыми петлями самостоятельно и так смотрите вот я провязала всю высоту этого подъема как я говорила здесь у меня будет провязана 5 платочных дорожек ну или это равно 10 провязанным рядам и если мы измерим наш вот этот подъем сантиметрах он у меня состоит ну вот где-то ориентировочно около 4 сантиметров и теперь мы на этом этапе будем сразу приступать к вязанию подошвы подошву я сейчас буду вязать из 10 центральных петель поэтому смотрите на спицах здесь у меня расположена семьдесят две петли семьдесят две петли минус 10 петель подошва и это у меня получается одна боковая часть будет состоять из тридцати одной петли 10 петель подошва и тридцать одна петля вторая боковая часть поэтому я беру вязание лицевой стороной вверх и сейчас просто провязываю лицевыми петлями 30 одну петлю с учетом кромочной то есть вот первая петля лицевая 2 3 4 5 6 и так далее всего чтобы на правой спице была провязана тридцать одна петля это петли 1 боковой части и так лицевыми петлями я провязала тридцать одну петлю и вот как раз таки следующих 10 петель это и будут идти петли подошвы поэтому сейчас при провязывании мы петли эти обязательно подсчитываем то есть мы дальше просто продолжаем вязать смотрите первая петля подошвы 2 3 4 5 6 7 8 9 и далее у нас идет последняя 10 петля подошвы и первая петля боковой части с лицевой стороны когда мы вяжем наш следок этих две петли мы будем провязывать 2 вместе изнаночной петлей и вязание я сразу же переворачиваю на изнаночную сторону и теперь мы вяжем этих 10 петель подошвы с изнаночной стороны первую петлю я снимаю это первая петля подошвы далее вот идет 2 3 9 петля и дальше опять идет с изнаночной стороны 10 последняя петля подошвы и первая петля боковой части с изнаночной вот стороны этих две петли мы сейчас будем провязывать две вместе лицевой петлей и вязание я сразу переворачиваю вот на лицевую сторону и теперь вяжем опять 10 петель подошвы уже с лицевой стороны первую петлю я снимаю дальше вот вторая петля лицевая третья и вот опять идет 10 петля подошва и первая петля боковой части с лицевой стороны этих две петли мы провяжем 2 вместе изнаночной петлей и вязание переворачиваем снова на изнаночную сторону опять мы получается провяжем вот 9 петель и далее десятую петлю подошвы и первую петлю боковой части с изнаночной стороны провяжем 2 вместе лицевой петлей так мы вяжем вот именно вот этих 10 петель подошвы убавляя в конце каждого ряда одну петлю от боковой части и так мы вяжем до тех пор пока от боковых частей в конце у нас не останется 4 петли 4 петли с одной и соответственно 4 петли со второй боковой части и так смотрите вот я провязала длину подошвы до тех пор как я сказала пока от боковых частей с одной и с другой стороны у меня не останется по 4 петли теперь на этом этапе мы также будем дальше продолжать убавлять петли вот именно боковых частей только сейчас мы еще будем и убавлять петли подошвы поэтому следок я сейчас держу лицевой стороной вверх первую петлю вот я снимаю и вяжу петли лицевые не довязывая 3 петель именно подошвы вот у нас должно остаться 4 петли боковой части и 3 петли подошвы первую и вторую петлю подошвы я сейчас провяжу 2 вместе лицевой петлей и далее последнюю петлю подошвы и первую петлю боковой части с лицевой стороны мы сейчас провяжем 2 вместе изнаночной петлей и вязание переворачиваю сразу на изнаночную сторону с изнаночной стороны первую петлю снимаю и опять вижу петли лицевые не довязывая 3 петель подошвы вот у меня осталось 3 петли подошвы и 4 петли боковой части первую вторую петлю подошвы я провязываю сейчас 2 вместе лицевой петлей и последнюю петлю подошвы и первую петлю боковой часть я провязываю 2 вместе также лицевой петлей и вязание переворачиваю сейчас на лицевую сторону то есть сейчас таким образом дальше продолжаем вязать подошву наших следков убавляя в конце каждого ряда получается 2 петли одну петлю боковой части и одну петлю подошвы и так смотрите вот следок я сейчас держу лицевой стороной и получается вот с этой боковой части я сейчас убавила все петли вот на спицах у меня получается сейчас 3 петли подошвы и одна петля от боковой части вязание есть сейчас вот разворачиваю на изнаночную сторону и с изнаночной стороны первую петлю я просто снимаю дальше вторую петлю я провязываю лицевой и последних две петли я провязываю 2 вместе лицевой петлей и на спицах вот у меня осталось 3 петли следок я держу лицевой стороной вверх первую петлю я снимаю и рабочую нить завожу вот на обратную сторону между первой и второй петлей петлю возвращаю обратно и сейчас этих три петли я провяжу 3 петли вместе вот лицевой петлей спицу вынимаю петельку вытаскиваю по длине и теперь смотрите ниточку от моточка мы можем уже обрезать обрезаем эту нить с тем учетом чтобы этого кончика хватило сшить вот эту заднюю часть слитка далее в петлю я продеваю вот эту ниточку от моточка которую я обрезала и петельку аккуратно затягиваем теперь эту ниточку от моточка мы должны одеть в иголку с большим ушком прошивать заднюю часть слитка я буду по лицевой стороне то есть вот идет наша задняя часть вот идет рабочая нить иголку я буду вставлять сначала с одной стороны затем с другой стороны в первую петлю от платочной дорожки то есть не кромочные нас петли сейчас интересуют а именно вот платочная дорожка и первая петля от платочной дорожки иголку я вставляю справа налево сначала вот как я сказала с одной стороны и затем идем на обратную сторону 1 платочная дорожка и первая петля справа налево с этой стороны дальше идем на эту сторону 2 платочная дорожка и первая петля справа налево сначала здесь и затем на обратную сторону 2 платочная дорожка и первая петля справа здесь таким образом мы сшиваем вот нашу заднюю часть слитков до конца вставляя иголку справа налево в первую петлю вот от каждой из этих платочных дорожек и так друзья смотрите вот я прошила задний шов вот таким красивым аккуратным образом он у нас смотрится именно вот с лицевой стороны далее мы наши слитки должны вывернуть на изнаночную сторону и все кончики которые есть мы должны спрятать по изнаночной стороне самостоятельно любым удобным для вас способом далее наши слитки в принципе уже готовы теперь смотрите несколько рекомендаций будет от меня по поводу декора и по поводу того что если вдруг у вас когда-нибудь возникают проблемы с тем что слитки испадают с пятки то в этом случае вам поможет обвязка края вот этого крючком у любых слитков в данном случае я сейчас эту обвязку делать не буду но если у вас этот край связан сильно свободно то в этом случае этот край вот я вам рекомендую обвязать крючком столбиками без накида благодаря этому этот край такой получается тогда такой стабильный фиксированный и слитки точно не будут спадать с пятки далее что касается по поводу декора декор для данных слитков вы можете делать абсолютно любой тот который больше нравится вам в данном случае я сейчас вам расскажу как делала этот декор я смотрите у нас с вами на канале есть подробный мастер-класс как сплести вот такой вот шнурочек то есть вот я здесь его уже сплела то есть нам нужно вот если вы захотите сделать такой же декор как и и я сплести два вот таких вот одинаковых шнурка длину этого шнурка то есть можно просто взять вот так и примерить вот видите чтобы от одного края маска до второго края маска то есть вот это у нас идет длина шнурка как я сказала я сплела два шнурка контрастным цветом далее смотрите я взяла просто этих два шнурка между собой вот переплела и пришила значит вот с одного края обычной швейной ниткой далее пришила вот здесь с другого края обычной швейной ниткой вот у меня получилась такая перемычка и вот получается с одной стороны я пришила вот такой вот красивую больше даже какая-то вот она декоративная пуговица смотрится очень красиво и стильно то же самое я сейчас буду делать и для этих следков то есть вот я сплету две таких завязки сделаю перемычку перемычку можно сделать видите и из одной завязки тоже смотрится очень красиво и далее с этого края пришью такую же красивую объемную пуговицу также эти следки можно украсить к примеру будет какими-то помпончиками допустим вот сбоку пришить если есть помпончики вот у меня были из кролика можно сделать помпончики из ниток можно на этот мысок пришить какие-то бусинки стразы тоже будет очень красиво и стильно и молодежно поэтому друзья надеюсь данный мастер-класс был для вас полезным и понятным поэтому обязательно поддержите это видео пальчиком вверх подписывайтесь на мой канал но мы с вами будем прощаться обязательно еще с вами встретимся в новых наших видео всем большое спасибо за просмотр и всем пока пока